Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и, как и всегда, с утра разбираем события минувшего дня и смотрим на отчеты, которые заготовлены нам в текущей повестке экономического календаря. Сразу же, о чем мы сегодня будем говорить и что мы ждем с учетом экономических новостей. 12.15 выступление Карни. Не стал бы я особо полагаться на то, что Карни сейчас сможет оказать какое-то серьезное влияние на фунт, потому что, так же, как и в случае с Джеромом Паулом, который уже много раз выступал и дал нам определенные наводки относительно изменений денежно-кредитной политики с Карни, тоже никаких сюрпризов сейчас не предвидится. По британцу центральная тема остается лишь перспектива Брекзита, друзья. И до следующей недели, то есть до вторника, когда документ соглашения, проект текущего соглашения о Брекзите будет проходить голосование в Палате представителей, в Кабинете британских министров, в Парламенте Англии, я думаю, что мы можем даже и не ориентироваться сейчас на прочий фундамент, а просто признать тот факт, что сейчас все будет зависеть именно от того, как трейдеры настраиваются, именно пройдет ли этот документ Палату представителей Парламента Англии, либо не пройдет свою позицию. Я уже миллиард раз озвучивал, я, собственно, скептик и в отношении фунта жду британскую валюту поближе к планке 1.25. Друзья, сейчас фунт торгуется на уровне 1.27.45. По интереснее статистика уже будет по еврозоне, тем более, что именно слабые макроэкономические данные я обозначил в качестве одного из факторов, из-за которых евро, в принципе, должно испытывать позиционное давление, в частности, сегодня у нас индекс цен производителей, очень важный индикатор состояния инфляции, то есть, в принципе, мы с вами анализировали данные по инфляции на прошлой неделе, базовый индекс потребительских цен, напоминаю, друзья, это очень важно, чтобы вы помнили, это снизился с 1.1% до 1% снова, я уверен, с учетом еще того, что происходит сейчас на рынке черного золота, да, на базовую инфляцию, конечно же, нитянка не оказывает прямого влияния, но какое-то опоследовательное, собственно, это влияние можно проследить. Поэтому по базовой инфляции я уверен, что к первому кварталу, возможно, индекс потребительских цен, базовый индекс потребительских цен снизится до 0,8%, что заставит Европейский центральный банк перестать ходить вокруг да около и признать тот факт, что ранее озвученные планы, которые предполагали изменение денежно-кредитной политики через рост процентных ставок были преждевременными и раньше упирались в тот фундамент, который был, ситуация раньше была лучше, друзья, сейчас она, к сожалению, только лишь ухудшается. Сегодня в 13.00, когда выйдет отчет по индексу цен производителей, мы можем получить еще один сигнал о будущей слабости инфляции, потому что индекс цен производителей – это традиционная компонента для этого индикатора и, в принципе, дает определенные подсказки относительно изменений и общего показателя инфляции. В 16.30 – производительность труда Канады. Сейчас на канадскую статистику мы с вами обращаем внимание, может быть, даже больше, чем всегда, особенно в преддверии, опять же, заседания Банка Канады. Оно состоится уже завтра, то есть завтра будет пересматривать процентную ставку. Кстати, вчера у нас вышел очень хороший отчет по индексу производственной активности, поддержал курс канадца, мы это видели также, и нефть сейчас способствует тому, что канадский доллар укрепляется против американского конкурента. Но основные движения, друзья, у нас впереди – это торговая сессия среды, когда опубликуют ставку, будут сделаны сопроводительные заявления, будем копаться во всем этом и искать подсказки относительно дальнейших намерений канадского регулятора. И я в связи с этим продолжаю настаивать на том, что канадец может быть дороже текущих уровней. Поэтому рекомендую вам, если вы разделяете такую же позицию, если вы согласны с тем, что очень сильно канадца продавили в последние недели, ему действительно есть сейчас на чем отыграться. И хорошо, что пока что этому способствует и нефтянка. Поэтому в 16.30, друзья, мы сегодня обратим внимание на отчет, который, может быть, ранее нами недооценивался. Но раньше у нас не было, опять же, такого ожидания заседания Банка Канады, как сейчас, и тем более, что это событие произойдет уже завтра. Безусловно, мы приближаемся к самым важным событиям этой недели. Сегодня, можно сказать, даже с учетом того, что я уже озвучил, все-таки день не насыщен на статистику. Основные релизы у нас, американская статистика, это, собственно, отчеты, которые едут на конец недели, с завтрашнего дня мы уже будем погружаться вот в этот крайне волатильный рынок. Будем ждать отчет от ADP, который предваряет Non-Farm Perils готовиться к самому важному релизу по американскому рынку труда. То есть, это классические нонки пятницы. В пятницу также еще и выйдут данные по рынку труда Канады. Еще один, как вы помните, потенциальный катализатор движения канадской валюты. Соответственно, по основным событиям текущей недели, точнее, текущей торговой сессии вроде бы как поговорили, я предлагаю теперь быстренько пробежаться по основным инструментам, которыми мы спекулируем с вами и за которыми продолжаем следить. Нефтянка 62.12. В целом оптимизм в отношении нефти, друзья, сохраняется. Нефть растет на фоне общего улучшения рынчанных настроений. Это очевидно. В свете, опять же, принятого решения лидеров США и Китая заключить временное торговое перемирие сроком на 90 дней, собственно, на протяжении которых будут пытаться найти уже окончательный выход из торгового противостояния и какой-то подписать документ. В общем, сейчас оптимисты, конечно же, в предвкушении вот этих потенциальных договоренностей, которые могут быть, в конце концов, обозначены на рынке и могут снять главный, пожалуй, один из главных геополитических рисков, которые мы обсуждали с вами практически полгода. Соответственно, вчера мы видели, как рисковые инструменты начали неделю довольно с хорошим настроением. Американская валюта чуть просела, пропустила вперед рисковые инструменты. Нефтянка также растет на этом. Трейдеры ожидают заседание ОПЕК 6 декабря, собственно, это ключевая дата. Возможно, друзья, я думаю, что какие-то решения могут даже быть озвучены не в четверг, а в пятницу. Ну, в общем, четверг-пятница у нас важный такой период этой недели для будущего нефтянки. И почему сейчас оптимизм усиливается? Потому что, я думаю, вы все знакомы с заявлениями, которые сделал президент России Владимир Путин о том, что в ходе кулуарных обсуждений, которые он провел с наследным принципом Саудовской Аравии, обсудили возможную необходимость или даже целесообразность продления действия соглашения ОПЕК-Плюс по сокращению производства нефти. Казалось бы, хороший фундамент, но, друзья, особо за него сейчас сыпляться не стоит, потому что продление соглашения – это не так важно, как сокращение производства нефти. А вот как раз эти решения у нас впереди. Ну и несмотря даже на вот этот позитив, который я только что обозначил, есть все-таки и скептики, которые считают, что никакого соглашения по сокращению производства не будет, а если и будет, то совсем там символичная цифра, которая не решит проблему перепроизводства. Так вот, Иран, один из этих скептиков, отметил то, что представитель Ирана в рамках ОПЕК сделал заявление о том, что странам ближневосточного картеля, странам ОПЕК-Плюс нужно сейчас сокращать производство в диапазоне от 1,4 до 1,5 миллиона баррелей. В противном случае котировки будут обречены на дальнейшее снижение и уход в район 40 долларов за баррель. Честно говоря, друзья, я ориентируюсь на то, что где-то там реально находятся уровни, которых нефтянка может добраться. Но не знаю, произойдет ли это так быстро, как хотят многие медведи. Я думаю, что какое-то время нам придется пожить, может быть, даже продолжительное, с котировками выше 50 долларов за баррель. Но с другой стороны, мы же не знаем, какие решения фактически будут приняты в рамках предстоящего заседания ОПЕК. Если окажется, что все упрется лишь в сотрясание воздуха, никаких решений не будет, либо сократят производство, но на недостаточный объем, мы вернемся с вами к прежнему риску перепроизводства и будем бить по котировкам четкой верой и пониманием того, что у цен на черное золото есть только один ориентир и есть только одна цель, возможность с учетом всего новостного фона – это обвал и, может быть, даже ниже 50 долларов за баррель. Почему вот эта скептическая позиция также присутствует? Я думаю, вы также знаете, что вчера Катар сообщил о том, что с января 2019 года покидает ближневосточный картель. Ну, официальная версия следующая – то, что Катар хочет сосредоточиться на экспорте газа. Я думаю, что официальная версия не имеет ничего общего с реальной. А реальная такова, что Катар очень сильно потерял, опять же, из-за того, что был вынужден соблюдать обязательства, вследствие того, что он скован как член ближневосточного картеля вот этим солидарным решением. И сейчас, когда котировки нефти просели еще сильнее, сейчас, когда на рынке обсуждают возможность того, что даже при таких ценах на нефть, которые не позволяют сводить концы с концами многим представителям ближневосточного картеля, еще могут принять решение о дополнительном сокращении производства Катар, решил уже в этом не участвовать и, соответственно, оказаться вне этой организации. Ну да, Катар это далеко не крупный, не ведущий игрок ближневосточного картеля. Я бы даже сказал, по-моему, 10 или 11 место. Общий объем добычи около 600-650 тысяч баррелей в сутки. Это около 2% от общего объема, собственно, ОПЕК. Ну, ничтожный, казалось бы, показатель. Но все равно прецедент Катара явно сигнализирует о том, что в рамках ближневосточного картеля есть серьезные проблемы. И кто знает, друзья, может быть, вслед за Катаром из данной организации выпадут, выйдут спустя какое-то время еще ряд представителей. В общем, все самое интересное, друзья, впереди. Мы ждем с особым интересом еще вот это заседание. Я напоминаю, друзья, то, что какой бы расклад в итоге не реализовался, что бы в итоге в плане решения не было бы принято. У рынка все равно есть серьезная проблема. Эту проблему пока не удается решить. И до тех пор, пока фундамент не изменится, долгосрочные позиции будут упираться только в еще большее ослабление нефти. Но пока что мы ждем заседания ОПЕК. Напоминаю, что это четверг и пятница. То есть у нас несколько полноценных торговых сессий. На ожиданиях рынок может еще и вырасти. Поэтому если у вас были открыты длинные позиции по более высоким уровням, друзья, не мудрите, не думайте о том, что рынок сейчас найдет почву под ногами для того, чтобы выстроить новый восходящий тренд. Это не будет. Используйте любые откаты, не знаю, какие вам нужны, только лишь для того, чтобы минимизировать потери неверно принятых инвестиционных решений, выйти из рынка и ждать новых сигналов для открытия новых уже шортов в расчете на более глубокий, собственно, поход нефтянки. Рубль 66,50. В целом картина не меняется, поэтому нет смысла рубль сейчас обсуждать. Доллар иена 113,09 американская валюта просела. Участники рынка связывают слабости доллара с тем, что улучшились отношения между США и Китаем. И якобы это сказалось именно на снижение спроса на защиту инструмента. Но я только лишь отчасти согласен с такой логикой. Все-таки если бы это было так, то у нас доллар бы начал активно валиться буквально с открытия торговой сети. Однако этого не произошло. Доллар какое-то время был еще на коне. А вот когда вышла статистика по индексу постепенного разгона инфляции, вот настроение серьезно укушилось. 60,7,71 показатель. Ну да, серьезный спад. Он тут же сказался на росте доходности трежериса. Они оказались ниже, друзья, 3% такой психологической планки рубежа. И это привело к тому, что доллар ослаб. Но не списывайте со счетов американца. Если статистика, скажем, не первого порядка так влияет на доллар, то что же будет с американцем дальше, когда выйдут отчеты по ADP и Non-Farm Parals, когда мы получим, собственно, через динамику роста заработных плат, ответы на вопрос, что происходит с инфляцией и стоит ли нам по-прежнему так всецело полагаться именно на декабрьское заседание, ставя на то, что ставку должны поднять. В общем, основные релизы еще впереди, основные движения впереди. И я предлагаю вам сделку, друзья, байлимит по доллару и иене с отметки 112.80. Именно если американец по какой-то причине еще окажется ниже японского конкурента своего, то нужно будет поднимать, выкупать пару с уровня, который я обозначил в расчете на поддержку позже, на этой неделе, и рост с возвращением снова в район 114 иен за доллар. Евро против доллара 1.1377. Еврокомиссия усилила, скажем, такой словесный прессинг на Италию. Италия по-прежнему темнит, забрасывает общественные СМИ разными комментариями по содержанию и вроде бы как готовность пойти на уступки, а с другой стороны и нет. Конкретной информации, друзья, ну действительно нет сейчас на площадках, поэтому мы должны ставить на все еще серьезный риск неопределенности, на вероятность реализации дисциплинарной процедуры, каких-то карательных мер воздействия на Италию. И в конце концов эти меры должны ухудшить снова настроение на итальянском рынке, по цепной реакции эти настроения распространятся в таком же негативном ключе на всю Европу и снова могут заставить правительство евроскептиков начать радикально мыслить, как, наверное, и стоит делать радикальному правительству. Ну, под радикальным мышлением, конечно же, я подразумеваю возможность такой же автономии Италии от Европейского Союза, к которой стремится вот уже очень долгое время Англия. Ну, это забегает слишком вперед, не будем сейчас говорить об этом, потому что риск этот не очень активно сейчас обсуждается на рынке. По евро, друзья, напоминаю, что не только Италия, статистика, то, что произойдет потенциально до конца этой недели с долларом, поэтому риск, он, на мой взгляд, для евро очевиден. Если все-таки хотите поспекулировать европейскую валюту, но ждете хороший подходящий перспективный уровень, то в качестве такового можно отметить отметку 1.1410, то есть можно выставить и ордера селлимин с этой планки. Фунт против доллара 1.2745. Здесь также предлагаю сделку селлимин с отметки 1.2780. Ждем еще то, что фунт может прокатиться немного и вверх, опять же, на каких-то комментариях о перспективах Брекзита. Однако все равно готовимся к тому, что проект Брекзита не пройдет голосование в правительстве Англии. Кстати, об этом абсолютно очевидно высказался и Ситибанк, параллельно с озвученным и сделанным прогнозом того, что документ забракуют и, в конце концов, жесткого Брекзита не избежать. Банк еще раз напомнил своим вкладчикам о том, что все, опять же, меры, которые должны были принять банки, опять же, с учетом возможного развития событий по сценарию жесткого Брекзита, Сити уже принял. Это не просто так, друзья, отдельные комментарии, это еще один, опять же, сигнал того, что настроения на площадках не такие уж и радужные. Я не верю в какой-то позитивный расклад, могу ошибаться, конечно же, в конце концов, именно каким-то чудесным образом может пойти все довольно-таки неплохо, но я готов рисковать. Поэтому беру этот риск на себя, соответственно, ставлю, сохраняю позицию на ослабление британца. Доллар Канаде, друзья, 1.3175, снижаемся. Банк Канады, по мнению многих, сохранит завтра процентную ставку на прежнем уровне 1.75%, однако сделает заявление о готовности изменить ее уже на следующем заседании, которое состоится в первом квартале 2019 года. Я даже не знаю, это сигнал, из-за которого канадец может просесть, либо это все равно сигнал того, что политика будет ужесточат, а значит, канадцу можно укрепиться. Все-таки склоняюсь к, опять же, второму сценарию. Поэтому, друзья, жду пару доллар-канадец ниже отметки 1.31. Постфактум уже решение Банка Канады по процентной ставке. И жду, что пара доллар-канадец приблизится вплотную, а может быть, даже и протестирует поддержку 1.30 до конца этой недели, после того, как выйдут еще и данные по рынку труда Канады. Австралиец 0.73. 73, кстати, австралиец сейчас активно растет. Решение по ставке, которое было принято несколько часов назад, гласит о том, что ее оставили на прежнем уровне, 1,5%. Заявления сопроводительные тоже ничего нового, даже не хочется их обсуждать. В принципе, можно сказать, что политика Резервного банка Австралии, исходя из ее постоянства уже в течение длительного периода времени, никак не влияет сейчас на курс австралийского доллара. Однако, тот рост, который мы сейчас видели, он сопряжен именно с позитивом и стал следствием достигнутого перемирия между Китаем и США сроком на 90 дней. Мы об этом вчера говорили, друзья, именно по этой причине все-таки из валют стран Океании в своем арсенале сохранили только один актив. Австралиец, нам, зеландца мы прикрыли. По дальнейшим ориентирам, но здесь придется ждать, друзья, либо нам поможет доллар, оказав давление на австралийца, либо нам помогут новости о том, в каком формате может дальше устраиваться торговое отношение между США и Китаем. Но, скорее всего, конкретику по этому вопросу нам придется ждать как минимум весь первого квартала 2019 года. В общем, австралиец становится, судя по всему, затяжной позой в нашем арсенале. Но придется, опять же, смириться, друзья, с тем, что сейчас необходимо работать с убытком, который уже есть по сделке. Либо, если вы верите, что в конце концов Китай договорится окончательно с США и торговые разногласия окажутся в прошлом, еще не поздно развернуться. У вас есть возможность купить с текущих уровней и ставить на уход пары выше 0.76-0.77. Но такой сценарий я не разделяю, потому что знаю, насколько шатким является любой позитивный фон и базис, которым отстраиваются отношения между США и Китаем. То есть сегодня хорошо, завтра может быть очень плохо, но опыта уже последних переговоров явно указывает на то, что ничего не стоит испортить соотношение буквально через несколько недель. И, друзья, мы все это знаем. Поэтому по австралийцу также иду на риск в расчете на то, что этот инструмент должен котироваться дешевле. На этом, собственно, все. Хорошая вам торговая сессия. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени, как всегда в прямом эфире через перископ. Всего доброго. До свидания.